8 сентября в возрасте 82 лет скончался Александр Масляков. Два года Александр Васильевич сражался за жизнь. Медики выявили у него опухоль в легком, которая оказалась злокачественной. В московском центре «Планета КВН» прошла церемония прощания с телеведущим. Почтить память Александра Васильевича пришло множество людей, среди них коллеги, друзья, кавенщики и, конечно, поклонники. Планета КВН «Планета КВН» В траурном зале сидела семья Александра Васильевича, супруга Светлана Анатольевна, сын Александр, невестка Ангелина Маслякова и внучка 18-летняя Таисия Маслякова. В конце церемонии прощания внучке Александра Маслякова стало плохо. Она так и не смогла подойти к гробу. За пять минут до конца траурной церемонии внучка Маслякова едва не упала. Александр Масляков-младший, заметив, что дочь склонила голову, подошел к ней и помог выйти из зала. Одним из первых проститься с телеведущим пришел Константин Эрнст. Он произнес трогательную речь. «Так странно и страшно стоять на этой сцене по такому поводу. Так устроена жизнь. Кажется, что Александр Масляков был всегда. И всегда был молодым. У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны была улыбка Маслякова. Все эти десятилетия, без малого шесть десятилетий, он помогал стране улыбаться. И не только сам, он обладал уникальным качеством. Он среди инженеров, программистов и психиатров выискивал людей, которые так же, как он, помогали стране улыбаться. За все эти годы КВН оказался самым эффективным творческим вузом, который произвел такое количество звездных редакторов, ведущих, сценаристов, режиссеров, продюсеров, как ни один творческий вуз страны. Знаете, мне всегда говорили, что незаменимых нет. Ну, заменимые, конечно, есть, но есть незаменимые. Александр Васильевич был классическим примером такого незаменимого. Потому что такого, как он, больше нет и не будет. Леонид Якубович отметил, что дружил с Масляковым 57 лет. Мы были знакомы 57 лет. 57 лет тому назад я его видел первый раз, и первый раз он пожал мне руку. Это поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно. Надо обладать недюжинным характером, чтобы через все выносить на люди вот это. Вот эту улыбку, вот это хорошее настроение, несмотря ни на что. Это очень трудно. Несколько времени тому назад я решил выбросить записную книжку, потому что это уже невозможно. Они уходят. Как это ни печально, они уходят. Так уж устроена судьба. Но есть те, которые остаются навсегда. И иной раз схватаешь трубку телефона, позвонит папе, например. Вот он из таких людей. Все, что сегодня происходит из категории, этого не может быть. Не может быть и все. Вот такой Санечка Маслякова. Память светлая. Хороший человек. Спасибо, Санечка. Екатерина Стриженова также простилась с Масляковым. Александр Васильевич говорил, что шутить надо так, чтобы это не стыдно было показать нашим детям. И эта планка высокая, она до сих пор осталась. И я думаю, что он действительно вообще очень много оставил нам. И Александр Васильевич очень любил свою семью. Поэтому так было хорошо. Мы так много смеялись с Александром Васильевичем. Поэтому сегодня очень-очень грустно. Мне хочется обнять самых близких людей Александра Васильевича. Я рядом с вами. Всегда. Какая-то недосказанность. Когда последний раз с ним разговаривали, он обещал, что будет сидеть в зале и смотреть. Но лично для меня он будет сидеть в зале. Этот человек воспитал не одно поколение людей. Десятки миллионов должны быть ему благодарны за все. Александр Васильевич, спасибо большое. За целое поколение воспитанных, образованных, преданных своему делу честных людей. Вы наш учитель. И Васильевич навсегда будет с нами. Светлана Анатольевна, берегите себя, пожалуйста. Проводить в последний путь Александра Маслякова пришли бывшие КВНщики Надежда Ангарская, Вадим Галыгин, Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, а также представители разных команд КВН. Какой последний раз вы видели? Последний раз, наверное, два года назад я была на Играх КВН, вот тогда я его видела в последний раз. Но уже было заметно, что он устает, что ему сложно. Как бы в целом мы все не молодеем, просто... Тяжелее всех в эти дни приходится жене Александра Маслякова, Светлане Анатольевне, которая была режиссером и идейным вдохновителем КВН. Влюбленные прожили в браке больше 50 лет. У них родился единственный ребенок, сын Александр Масляков-младший. Удова Александра Васильевича сидела рядом с гробом и не сдерживала слез. Рядом с ней можно увидеть сына, невестку, а также внучку, которая также скорбила по дедушке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ